Растения улавливают энергию солнечного света и используют её для превращения воды и углекислого газа в простой сахар, глюкозу. Это топливо для растений, полученное с помощью солнца. Преобразовывать солнечный свет в энергию могут не только растения. Лучи солнца можно превращать в электричество с помощью солнечных батарей. Нашему герою Антону одной солнечной батареи вполне хватит для зарядки своего ноутбука. А из чего, собственно, сделана эта батарея? И как она превращает солнечный свет в самое настоящее электричество? Основа солнечной батареи – кристалл чистого кремния. В природе кремний встречается только в виде песка. Этот цилиндр выращен искусственно. Ему придают форму куба, а затем режут на пластины толщиной всего в 180 микрон. Это примерно три человеческих волоса. На кремниевую пластину наносят небольшое количество бора и фосфора. В слое кремния с добавками фосфора возникают свободные электроны, а в слое кремния с добавками бора – отсутствующие электроны, так называемые дырки. Когда на солнечную батарею попадает квант света, в ней начинается движение частиц из одного слоя в другой, то есть возникает электрический ток. При направленном солнечном свете электричество собирается в каждой точке кремниевой пластинки. Чтобы вывести ток с пластины, нужны вот эти дорожки, каналы. По ним и бежит электричество. Одной маленькой пластины хватит на работу небольшого карманного фонарика. Когда пластины соединяются, мощность батареи увеличивается. Чем больше площадь батареи, тем она мощнее. Все пластинки соединяют между собой полосками специально обработанной меди. Вот теперь можно проверить напряжение во всей батарее. Оказывается, фотоэлементы могут работать от любого источника света, не только от солнечного. Батареи укладывают на стол, подключают клеммы и подают свет. Если напряжение есть, значит цепочка из пластин собрана правильно. Осталось поместить солнечные элементы в герметичную пленку и положить под стекло, пропускающее ультрафиолет. Солнечные батареи можно установить где угодно. Например, на даче, куда не проведено электричество. Получать энергию из ветра сложнее, потому что последнего может и не быть. Солнечный свет есть всегда. Даже если на улице пасмурно, батареи все равно получают энергию, пусть и не в полную силу. Днем аккумуляторы накапливают электричество, а вечером отдают. От солнечной энергии работает насос, который качает в дом воду. Электрический чайник. И даже телевизор. Солнечные батареи могут обеспечивать энергией целый дом в течение 25 лет. Рано или поздно на солнце начнется горение гелия. Размеры светила увеличатся в 100 раз. И солнце перейдет в разряд красных гигантов. Потом оно сожмется до размеров земли и превратится в белого карлика. Когда солнце совсем остынет, то закончит свой век холодным темным телом. Черным карликом. Но случится это не скоро. Как минимум 5 миллиардов лет мы сможем пользоваться солнечной энергией. А вот запасов нефти и газа на планете хватит всего на 60 лет. Нашего героя Антона это совсем не пугает. Ведь солнце будет светить еще раз.